Эта киноэпопея создана при участии американских кинематографистов для широкого показа в США и других странах. В 20 фильмах использованы съемки советских фронтовых операторов и кинодокументы из зарубежных архивов. В Соединенных Штатах Америки, где многие не знают о решащей роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, о сотрудничестве союзных держав в годы войны, эта кинопрограмма вышла под названием «Неизвестная война». Для советского народа это была Великая Отечественная война. Он вел ее во имя свободы и независимости своей социалистической родины, во имя избавления Европы да и всего мира от фашистского порабощения. 20 миллионов жизней советских людей унесла эта война. Наш народ не забудет ее никогда. Леонид Ильич Брежнев Леонид Ильич Брежнев Леонид Ильич Брежнев Леонид Ильич Брежнев В Соединенных Штатах Америки кинопрограмму комментировал артист Берт Ланкастер. Здесь, на русских полях под Курском, в июле 1943 года проходила величайшая танковая битва в истории. Гитлер рассчитывал уничтожить значительную часть советской армии под Курском. Он предпринял решающую попытку выиграть войну на Востоке. В гигантском поединке сошлись тысячи танков, советских и немецких. Битва на Курской дуге – одно из величайших сражений 20 века. После поражения в этой битве гитлеровцам так и не вернулось ста сила, которая помогла им пройти к Ла-Маншу и до Волги. И никогда уже не смогли они сражаться с русскими на равных. Итак, наш фильм – величайшее танковое сражение. Весной 1943 года советская армия готовилась к летней кампании. Самая большая подготовка проводилась к битве на Курской дуге. 43-й год. Середина войны. Ее вершина, ее пик. Восточный фронт по-прежнему оставался главной ареной войны. В конце зимы советские войска одержали выдающуюся победу под Сталинградом. Инициативу захватила советская армия. Гитлеру нужен был реванш за Сталинград. И не просто рядовая локальная победа, а яркая, эффектная, убедительная. Необходимо было вернуть престиж германской армии. Поднять боевой дух солдат. Именно здесь, под Курском, самое удобное место для реванш. Успех операции «Цитадель», считал Гитлер, решительно изменит стратегическую обстановку. И может открыть путь на Москву. Силы вермахта, казалось, по-прежнему были безграничны. Словно не было еще ни войны, ни огромных потерь. Из Европы перебрасываются к Курску в войска, еще не знавшие поражения. Тотальная мобилизация, тотальное пополнение, тотальное вооружение. Лучшему солдату, говорил Гитлер, лучшее оружие. На Германию работала покоренная Европа. В 43-м году было выпущено самолетов в 1,7 раза больше, нежели в предыдущем году. Городость гитлеровцев, танки и штурмовые орудия – главная ставка вермахта. Выпуск их почти удвоился. Надежда всех надежд – новые тяжелые тигры, пантеры, фердинанды. Исключительно грозное оружие, толстая броня, мощное вооружение. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПИШИСНЫЙ По гитлеровскому плану операции «Цитадель» для наступления на Курск были сосредоточены 50 лучших дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных. Советская разведка пристально следила за перегруппировкой сил врага. В район битвы фашистское командование стянуло свыше 900 тысяч солдат, до 2700 танков, около 10 тысяч орудий и минометов, более 2000 самолетов. Ставка Советского Верховного Главнокомандования и Генеральный штаб заблаговременно разгадали план противника и направление его возможных главных ударов. Был выбор, либо нанести, упреждать, либо дать возможность фашистам начать наступление, измотать противника в обороне и, сохранив силы, перейти в решительное контрнаступление, а затем в общее стратегическое наступление. Советское командование решило перейти к временной преднамеренной обороне. И развитие событий подтвердило абсолютную правильность такого решения. Была создана мощная, глубоко эшелонированная оборона. Координировать действия фронтов в битве на Курской дуге Сталин поручил маршалам Жукову и Василевскому. День и ночь работали заводы. День и ночь. День и ночь. Советская военная промышленность в 43-м году обогнала немецкую помощь. Многим видам вооружения, в том числе и по танкам. День и ночь. День и ночь. День и ночь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К месту будущего сражения непрерывным потоком шло военное снаряжение, техника, люди. В районе Курского выступа фашистам противостоял 1 миллион 300 тысяч советских солдат и офицеров, около 20 тысяч орудий и минометов, окчтанков. В резерве находились еще пять полевых, танковая и воздушная армия. Предстояла одна из величайших битв в истории всех войн. Центральный фронт под командованием Рокоссовского и Воронежский под командованием Ватутина примут на себя главные удары. Резерв ставки войска Степного военного округа под командованием Конева поддержит оборону из глубины, а при переходе в контрнаступление обрушат удары на врага. Ставка предупредила. Наступление гитлеровцев возможно с 3 по 6 июля. Генерал-фельдмаршал Манштейн, командующий немецкой группой армии Юг, готовил войска к мощному удару на Курск с юга. Еще один допинг из рук апостолов Вермахта. Отборные войска. Лучшие солдаты фашистской Германии. В последнюю ночь перед наступлением было оглашено обращение гитлера к солдатам. Сегодняшнее наступление может решить исход войны. Ваша победа убедит весь мир, что всякое сопротивление немецкой армии в конце концов бесполезно. Последнее письмо перед боем. Я помню, отец, что мы рядовые великой армии великой страны. Что мир, глядя на нас, должен затаить дыхание. Мы готовы драться. Справедливость войны в том, что Германия получит жизненные пространства. Во имя этого мы готовы, если потребуется, испепелить весь мир. Советские солдаты тоже писали домой. Матерям, сестрам, женам. Милые мои, как хочу увидеть вас. Уже три письма отправил, и все нет ответа. Мама, родная наша славная, добрая мамка. Я знаю, тебе тяжелее всех. Ты, Алешка, уже почти большой. Береги маму. Всю жизнь береги. Отец, мы еще погуляем на Алешкиной свадьбе и на вашей, Серебряной. Вы мне часто снитесь. Кланяйтесь всем нашим. Драться будем не на жизнь, а на смерть, пока не останется ни одного фашиста на нашей земле. Если бы у меня была вторая жизнь, я бы и ее отдал родине. И германские солдаты, и солдаты советской армии писали о долге, о храбрости. Но у советских солдат это качество обретало великий смысл. Храбрость в захватчике это злодейство. Храбрость в защитнике отечества высшая из добродетелей. Это их земля. Это их родина. Храбрость в захватчике Храбрость в захватчике Храбрость в захватчике 4 июля был взят пленный. Он рассказал, немецким солдатам выдали дополнительный шнапс и рацион на пять дней. Наступление начнется завтра, 5 июля, на рассвете. Завершалось 100-дневное затишье, пролог их жесточайшей битвы, в которой сойдутся более 4 миллионов человек, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, свыше 69 тысяч орудий и минометов, до 12 тысяч боевых самолетов. Последняя ночь великого противостояния. По древнему поверью, сколько раз прокукует кукушка, столько лет жить тому, кто слушает ее. В 2 часа 20 минут ночи все вокруг загрохотало. Советские войска неожиданно для врага обрушили на него шквал огня. КОНЕЦ Внезапная контрподготовка потрясла противник. План неожиданного наступления был сорван. Еще на исходных позициях фашисты понесли большие потери. Был нанесен большой урон артиллерии, танкам, нарушена связь. Лишь оправившись от шока, немцы начали запланированные наступления. На позиции советских войск враг обрушил десятки тысяч снарядов, мин, бомб. Бросил в атаку огромное количество танков и пехоты, стремясь прорваться к Курску. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok В середине лета 43-го года, в середине войны, в центре России, началась гигантская битва. Обе стороны поставили на карту все. Это была борьба новейшей боевой техники, промышленных потенциалов, военного искусства, борьба духа, борьба мировоззрений. Силе противостояла сила. Один из немецких танкистов вспоминал, казалось, что мы вступили в огненное кольцо. Многие танки застряли на минных полях, так и не дойдя до переднего края обороны советских войск. Немецкие танки и пехоту поддерживала мощная авиация. Фашисты бросали в бой сразу сотни бомбардировщиков и истребителей. В воздухе шли ожесточенные сражения. Советские войска стойко держались, отбивая яростные атаки фашистов. Сказывался огромный опыт, добытый в тяжелых боях. Гитлеровцы лишились важного козыря – внезапность. Для них оказалось неожиданностью хорошо подготовленная, мощная советская оборона. Враг нес огромные потери. Его продвижение было незначительным. На южном фланге выступа действовала самая сильная танковая группировка противника. Здесь шла особенно жестокая схватка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Курск Курск Прохоровке, известному до ныне поселку, как их на Руси тысячи, предстояло войти в историю. Здесь произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Утром 12 июля навстречу друг другу двинулись бронированные лавины. Танковая лавина русских. Танковая лавина немцев. 1200 танков и самоходных орудий с обеих сторон. Танковая лавина Танковая лавина КОНЕЦ Все утро, весь день продолжался поединок танковых арматов, и только к вечеру наступил перелом. Силу победила сила. Уже через неделю после начала фашистского наступления стал очевиден его полный провал. Танковые дивизии вермахта увязли в советской обороне. Значительная часть фашистских танков была уничтожена. Танковые дивизии Танковые дивизии Танковые дивизии Танковые дивизии Встреча с Курсом 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 Воронежского и Степного фронтов на Белгородско-Харьковском направлении. Продолжение следует... Неотчаянные сопротивления врага, ни минные поля, ни железобетонные укрепления не смогли остановить наступательный порыв советских войск. Фашисты отступали к Орлу. Вслед за ними по пятам шла советская армия. КОНЕЦ Безмерные горе и страдания, которые гитлеровская Германия, принесла на эту землю. КОНЕЦ 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 Третьего августа начались бои на ближних подступах к Орлу. Пятого рано утром советские войска освободили город. Одним из первых в Орел ворвался броневик с радиоустановкой. И вдруг полилась родная мелодия «Синий платочек». Он, как памятный вечер, падал платочек твой с плеч. Как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной. Знаю, с любовью ты из головы прячешь плотога дорогой. Письма твои получая, слушая голос живой. И между строчек и синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня образ твой. Чувствую рядом с любящим взглядом и постоянно со мной. Орел, то, что еще два года назад было Орлом. КОНЕЦ Для солдата дом там, где ждут. И снова путь. И снова путь. Освобождение Харькова войсками генерала Конева станет венцом исторической битвы. За 50 дней здесь, на этих полях России, вермахт потерял около полумиллиона солдат, полторы тысячи танков, три тысячи орудий и свыше трех тысяч семисот самолетов. Эти потери для фашистской Германии оказались невосполнимыми. Это была победа военной и экономической мощи Советского Союза. Победа советского военного искусства и, конечно, стойкости и мужества советских воинов. Если битва под Сталинградом, говорил Сталин, предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под Курском поставила ее перед катастрофой. Здесь, в России, не осталось ни одного человека, перед которым бы они не были виноваты. Слепые исполнители чужой воли. Пришло время задуматься им над настоящим, будущим, прошлым. У тебя нет сердца. У тебя нет нервов. Убивай, убивай, убивай. А письма их еще шли и шли в Германию. Уже побежденные и мертвые, они обещали Германии славу и победу. Война уже движется обратно, назад. Но они еще не слышат, еще не знают, эти самодовольные и обманутые, что очень скоро их самих поставят под ружьем. Москва чествовала героев. Победу в Курской битве, впервые в Великой Отечественной войне, решено было отметить салютом. 5 августа 1943 года Москва салютовала доблестным советским войскам, освободившим Орел и Белгород 12-ю артиллерийскими залпами из 120 орудий. С этого дня победы советских войск столица отмечала праздничным салютом. «Наиболее решающие бои происходят в настоящий момент в России», — говорил президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт. «Спасая себя, Россия рассчитывает спасти от нацизма весь мир. Мы должны быть благодарны этой стране, которая сумеет также быть хорошим соседом и искренним другом в мире будущем». «Израненная земля его будет плодоносить. Словно в благодарность за возвращенную ей спокойную и счастливую жизнь, она будет так же щедра и обильна, как прежде. Но сколько пройдет времени, пока затянутся раны ему? Годы? Тысячелетия?» «Протяни мне руку через поля. На этой земле мы построим лучший мир. На этой земле мы будем братьями. «Тogether мы можем share the mist of the morning. Give me your hand across the fields. Together we can help the sunrise in the morning. Give me your hand across the field. Субтитры создавал DimaTorzok» «Субтитры 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 создавал DimaTorzok» «Ну что еще раз у нас есть» «Наш следующий фильм – «Война в воздухе». «В первые дни вероломного фашистского нападения» «Советская авиация потеряла половину своих боевых машин». «Но к концу войны советские летчики сбили 77 тысяч немецких самолетов». Сражение в воздухе – одна из самых ярких страниц Великой Отечественной войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова